Здравствуйте, друзья! Я планирую вот эту работу с фотоматериалом сделать. И прежде чем работать маслом, я сделаю подмалевок, не просто затонирую хвост, а сделаю именно подмалевком, удобным для этой картинки. Белила. Белила у меня акриловые. Они являются связующим звеном. То есть у нас грунт акриловый, и с помощью этих белил акриловых я получаю практически эффект грунта, но уже тонированного. Краска разбавляется водой, белила и вот такая строительная ерундень. То есть это всего лишь колер, называется колер, да, и он, порошок пигмента, можно превратить в масляную краску, если добавить масло, можно в гуашь превратить, добавить белил. А можно добавить акрил, и будет акриловая картина, написанная акрилом. Или подмалевок, написанный, набранный акрилом. В данном случае подмалевок. Гораздо удобнее будет писать маслом, если будет этот подходящий по тону и по цвету подмалевок. Такое у нас рабочее название этой картины. Рубиновый закат. Значит, это был у меня кадмий красный. Эти краски продаются в строительных магазинах, в хозяйственных магазинах. Можно покупать. А белила лучше покупать не просто акриловые белила, а белила с названием для радиаторов. Причем, если купите дешевые, там будет белила будут а-ля клей ПВА, то есть мало белильного вещества в себе будут иметь. Поэтому лучше купить дорогие. В данном случае они стоят 450, а продавались и другие, которые стоили по 200 за ту же емкость. Емкость вот она. Вот такая емкость. Лучше купить за 400, там белильного вещества будет значительно больше. Ну и, соответственно, удобство в письме значительно выше. В принципе, можно всю картину сделать акрилом. В некоторых последних моих работах я показываю практически законченную работу акрилом. И тут же перевожу ее уже на язык масла. Краска высыхает моментально, поэтому перевести на язык масла будет несложно. То есть, как только досохнет, можно использовать для этого батарею, дующий обогреватель. Продолжение следует... Макушке светится краснотой. Деревья как бы... наполнены этим закатом. Как бы их шапки окутаны этим закатом. Так, и теперь, то что я приостановил, это деревья. Их заснежены в инии. Потихоньку синий начинает от желтого зеленеть. Поэтому, по мере зеленения, добавляю розовый. Розовый съедает эту зелёность. Эффект множества веток. Легко достигается этим инструментом. Опять же, если бы мы писали... Пытались бы без подкладки, вот этой акриловой, сделать эту работу, то нам бы пришлось бы дать высохнуть работе для того, чтобы... Даже вот эти тоненькие веточки проводить, потому что нам бы понадобилось плотно заслонить, положить небо плотно. А так, у нас эта плотность относительно невысокая, поэтому в эту плотность легко входит, как в работе уже по-сухому, когда мы откладываем работу на высыхание. Примерно такое же количество краски входит, и это дает возможность немедленно приступить к выписке. Разбелый, то черного, то чуть с синим, то кустец торчит. Примерно там. Продолжение следует... Ультрамарин с розовым. Тоже чуть подпачкана травинками. Продолжение следует... Так, и, наконец, свет, который отражается. Немного кадмия. Разбил кадмия красного. Разбил и с желтотой. Разбил кадмия красного. Разбил кадмия красного. Разбил кадмия красного. еще сильнее желтота и и разбил слегка полосатится обозначая плоскость воды дымочек тумана так и наконец полосочки на воде обозначивающие эту плоскость воды всегда найдется чему на воде полоснуть все не знаю мне нравится прошу любить и жаловать и и и и и и